Все, коллеги, все готовы? Да. Да, коллеги, ну, собственно, кратко, да, относительно относительно текущей ситуации. У нас случаев зарегистрированных за весь период 189, официально по состоянию на сегодня, значит, 49 из них выписано, и того 140 у нас находится в лечебных учреждениях, 23 из них это завезенные случаи, 121 – это контакты внутрисемейные. Остальные другого происхождения, в том числе, не выясненные некоторые случаи. Значит, порядка 30% из того, что мы выявляем последнюю неделю, это бессимптомное течение болезни, и надеемся, что вот эти люди, они наиболее пуст, такие вот быстрые в плане выздоровления и выписывания из больниц. Значит, у нас три обсерватора работают, «Мечта паруса Надежды» и «Спутник», они уже близки к заполнению, и еще одним обсерватором мы договорились с Янтарным берегом, Янтарный берег будет четвертым обсерватором, с учетом того, что на этой неделе достаточно много людей, прилетающих из Санкт-Петербурга и Москвы, были отправлены на обсервацию, Янтарный берег нам необходим для того, чтобы справиться с тем потоком, который вот сейчас возникает. Но я думаю, что мы Янтарным берегом будем ограничиваться, и когда и он подойдет, скажем так, к полному заполнению, то ничего не будет оставаться людям, как брать обратные билеты или идти за брус. Значит, сейчас 1444 человек у нас под наблюдением на домашнем карантине, контроль осуществляется с коллегами из Управления Министерства внутренних дел и Роспотребнадзора. В принципе, здесь каких-то нарушений особых не выявляют. Значит, что касается заболеваемости в больницах, у нас в девяти учреждениях государственной системы были зафиксированы случаи заражения медицинского персонала, и среднемедицинский персонал официально очагами признавались в Пышки в ЦГБ 4-й, в Савулькино и в областной клинической больнице. Там сейчас достаточно много, более двух десятков уже заболевших. Это и врачи, и среднемедицинский персонал, и обеспечивающий персонал больницы. Значит, три отделения в обсервации. Другие отделения, всего там их 41 отделение, напомню, значит, теперь переоборудуются с шлюзами, дабы исключить заражение между отделениями. Но эта ситуация, к сожалению, нормальная, потому что больницы являются источниками повышенного риска заболеваемости для как пациентов, так и врачей. В этой связи, собственно говоря, и ограничена плановая работа с больными, потому что повышенные риски заболеть там. Что касается социальных учреждений, на прошлой неделе мы приняли решение после того случая, во-первых, в теплом доме в Черняковске, значит, у нас теперь бригады работают по двухнедельному режиму. То есть две недели сотрудники учреждения находятся в учреждении, без права его покидать, они там кидаются, ночуют, и следующая бригада, через две недели, которая их сменяет, проходит тесты на ковид, и после отрицательных тестов заступает на свое уже двухнедельное дежурство. Значит, мы на этой неделе начали размещать наших врачей, которые, врачей и медицинский персонал другой, которые занят на лечении ковидовских больных, размещаем их в гостиницах, обеспечиваем трехразовым горячим питанием и занимаемся доставкой врачей от отелей до места работы. Сейчас, по состоянию на вчера, таких врачей и среднем медицинского персонала будет всего 20. Сейчас заявка уже на 134 человек. Мы, собственно говоря, готовы всех перевести в этот режим. Опять же, с учетом того, что у них повышенные риски заболеть, и, соответственно, повышенные риски заразить своих жителей семьи, конечно, мы рекомендуем всем перейти в этот режим и размещаться там. Значит, что касается работы аэропорта Храброва, она продолжается в том же режиме. Мы сегодня еще раз с правоохранителями проговаривали вопрос и, наверное, направим своих сотрудников, которые будут помогать и коллегам из Роспотребнадзора, разъяснять тем людям, которые прилетают, кому можно самоизолироваться и где. или уехать в обсерватор. Значит, ну и от себя еще раз скажу, в нашем понимании имеют право самоизолироваться в домашних условиях те, которые, соответственно, прописаны в регионе, у кого есть жилье, где они постоянно проживают, либо те, у кого есть близкие родственники в понимании семейного кодекса, скажем так, да, то есть там братья, сестры, мама, папа и, соответственно, сыновья, дочь. У них могут самоизолироваться. И третье, это если у вас есть здесь недвижимость, но вы не прописаны в них, но имеете право собственности, тоже может самоизолироваться в этих пожилых помещениях. Значит, не могут самоизолироваться. В снятых апарт-отелях или в снятых квартирах люди они должны отправляться в обсерватор. Я сказал, питание для врачей, мы питаем гостиницу, питание, доставка от места работы до гостиницы. И я просто... Сейчас, секунду. Значит, мы работаем с теми калининградцами, которые у нас находятся за рубежом. Направлено уже два обращения в федеральный оперативный штаб и, надеемся, в ближайшее время у нас будет на рельсе с Лас-Пальмаса. Там большая часть калининградца, но есть и другие регионы. Те моряки, которые из других регионов, они будут в обсерваторе до момента отлета. Значит, если вам в обсерваторе вдруг уже не в Моготу, вы можете купить билет и уехать обратно, улететь. Потому что у нас были случаи, когда вот два гражданина США были помещены в обсерватор. Ну, через два дня, поняв, что это не курорт, и оттуда никуда не выпускают, значит, и охрана по периметру попросились обратно, купили билеты, мы их довезли опять уцентрализованно и они улетели. Коллеги из МВД этим доложили 220 протоколов за неделю. Они составили за нарушение режима одно на предприятие, 203 на физлице и 16 по нарушениям, которые были зафиксированы в отношении несовершеннолетних. Ну, они нарушали соответственно отношения их родителей и были протоколы составлены. Что касается обеспеченности койками. 635 койок разверток. В 28-м число будет 707. Это больше, чем норматив Федерального министерства здравоохранения. Он составляет 506 койок. Значит, мы планируем в Министерстве здравоохранения есть вот это вручение еще несколько сотен койок развернуть, постараться определить еще одну больницу. Помимо тех четырех, которые уже включены в систему, напомню, значит, это инфекционка, ДСМП, ЦГКБ и в Гусеве есть отделение на 30 койок. Будет еще одна больница, скорее всего, в Калининграде, которая будет работать с ковидными больными. 54 плюс 5 сегодня еще будет дополнительно перераспределено. аппараты ИВЛ будет на работах на ковидовских больных. Плюс у нас планируется поставка по региональным средствам за счет средств Минпромторга, федеральная поставка, ну, и несколько других. В общем, будем доводить эту цифру до 100 с лишним аппаратов ИВЛ. Сейчас непосредственно ковидовских больных на аппаратах ИВЛ двое, на респираторной поддержке сейчас скажу, 19. Значит, и другие ИВЛ, которые тоже ковидовские считаются, они обеспечивают еще семерых людей с пневмонией. ЦККБ. ЦККБ у нас пока нет ковидовских подтвержденных, но мы все пневмонии рассматриваем как ковидовские, поэтому они у нас будут, скажем так, в общем, общий зачет. Что еще по медицине сказать вам? Ну, наверное, все. Что касается режима самоизоляции и его изменения. Значит, мы приняли сегодня на оперативном штабе решение новый режим ввести в действие со среды. 29 числа, не с понедельника, со среды, потому что очень много правил, к которым нужно подготовиться будет предпринимателям с тем, чтобы они могли все-таки все это выполнить, и мы ничего не нарушили в плане санитарных правил. Плюс, возможно, с учетом того, что подходит к концу уже срок, который определен в Указе Президента 30 апреля, не так далеко, могут быть какие-то изменения и на федеральном уровне, поэтому мы решили и с учетом необходимости подготовиться для предпринимателей, и с учетом того, что могут быть новые какие-то вводные относительно режимы в целом в стране, сделать это не с понедельника, а со среды. То, что я говорю, это будет утверждено нами в постановлении сегодня, вступать в силу это будет в среду, если не потребуется каких-то еще корректировок, исходя из федеральных актов, которые могут быть изданы до 29 числа. Если такие федеральные акты будут изданы, то мы, соответственно, и наш акт будем приводить в соответствие с федеральным. Мы планируем 29 числа открыть все непродовольственные магазины, дать им возможность работать. С 4 мая планируем открыть парикмахерские салоны красоты. Принцип будет следующий. То, что не работа, чего не запрещено в постановлении, то разрешено. То есть те учреждения, которые не поименованы как закрытые, подразумевается, что они могут работать. Тем не менее, это не подразумевает полного, скажем так, маневра для всех. Мы исходим из того, что в постановлении будут погружены правила санитарно-эпидемиологические, которые будут базироваться на рекомендациях главного санитарного врача Российской Федерации Ивана Вильяма Попова. Эти рекомендации сформулированы для каждого вида бизнеса, для магазинов, для парикмахерских. Они достаточно жесткие и они будут обязательными. У каждого из ведомств есть соответствующие закрепленные за ними сферы деятельности, контроля, которые они будут осуществлять. То есть мы будем приходить, например, Министерство экономики будет приходить в магазины и проверять, как выполняются эти требования. в случае, если они не будут выполняться, соответственно, будут применяться какие-то санкции по Кодексу об административных правонарушениях вплоть до закрытия этих магазинов. Это обязательно масочный режим для всего населения в местах массового скопления граждан. То есть на улице можно без маски, в магазинах, в каких-то других закрытых помещениях маски обязательно. Значит, масочный и перчаточный режим для сотрудников и персонала, который работает в этих магазинах. Ну и многое другое я сейчас не буду рассказывать подробно. Мы эти правила собственно в восстановлении опубликуем и наши коллеги из Роспотребнадзора в понедельник-вторник будут собирать либо в режиме ВКС либо в каком-то еще режиме доводить эту информацию и разъяснять эти правила, отвечать на вопросы для бизнеса. Ну, сейчас, секунду, может быть, что-то еще забыл. Давайте вопрос, если что-то вспомню. Антон Ильич, анонсировался про план постепенного смягчения режима. Вот 4 мая вы сказали, видимо, откроется почти все. Следующий этап какой? То есть общепит, допустим, когда у нас попадается? Значит, общепит, спорт и все остальное не ранее 1 июня, но это не анонс, что 1 июня они откроются, это просто заявление о том, что раньше 1 июня точно не откроются, а когда откроются, сказать точно не могу, все будет зависеть от ситуации. Еще раз, главный посыл и задача всех этих ограничительных мероприятий в том, чтобы подготовить систему здравоохранения раз, и сгладить пики по заболеваемости. Считаем, что эти задачи в очень большой степени достигнуты. Не могу сказать, что полностью, но пики мы сгладили, и система здравоохранения достаточно оперативно смогла подготовиться. Хотя мы не считаем, что она готова в идеальном формате сейчас, но осталось совсем чуть-чуть до финальных, итоговых значений, к которым мы стремимся. И приморская зона будет закрыта так же. На счет садиков приснится ситуация. Садики спланируются? Да, да, да. Садики будут работать в том же режиме, что и сейчас, до 12 мая, до конца майских праздников. Соответственно, дежурная группа будет несколько усилена со следующей недели, но не более того. С 12-го все точно? С 12-го полностью детские сады будут работать и решать о том, вводить ребенка в сад или нет, будут, соответственно, родиться. Антон, речь по передвижению. Справки сохранятся? Нет, мы исходим из того, что если, еще раз, коллеги, 29-е число, это дата, в которую мы планируем эти правила внедрить, но если не будет других решений на федеральном уровне. Значит, исходим из того, что справки не нужны, и по сути режим самоизоляции тотальный для всех, он будет пересмотрен. Режим обязательной изоляции сохранится только для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Но, исходим из того, что социальная дистанция и обязательность масочного режима и все остальное, это некая замена и меры, которые позволят, опять же, продолжить политику на сглаживании пика. Уже есть исследования, которые показывают, что ношение маски, пусть оно не всегда спасает, но существенно помогает сгладить заболеваемость. А парки, вот скверы? Парки, скверы закрыты. Детские площадки, спортивные площадки закрыты. В силу того, что коронавирус на поверхностях сохраняется, живет достаточно долго, до нескольких суток. Именно поэтому, собственно, физическая активность как на открытом воздухе, так и в фитнес-центрах, она является наиболее опасной в плане распространения. Плановый режим посещения поликлиник когда начинается? Пока не могу сказать, но мы еще раз однозначно видим, что объекты здравоохранения являются естественными очагами для вспышки, поэтому исходим из того, что только экстренная помощь. У нас сейчас в областной клинической больнице чуть больше 200 человек осталось, это те, кому требуется какое-то либо оперативное вмешательство, либо назначенные какие-то лекарства, которые нужно вводить непосредственно там. Это позволяет нам практически каждого в отдельную свою палату поместить, дабы не было общения и распространения внутри учреждения. Мы идем полностью в соответствии с прогнозами на здраво. Александр Юрьевич Кравченко до человека плюс-минус 2 единицы назвал мне еще в прошлую пятницу сколько у нас будет заболевших сегодня. А есть какой-то вот такой критический прирост, выше которого мы просто не сможем обработать? все те послабления, о которых я сказал, могут быть отыграны обратно в случае, если мы увидим вдруг какую-то резкую спешку. А что-то резкую спешку на сколько? Ну, если, например, там несколько десятков человек или учреждения какое-то где-то увидим какое-то серьезное распространение. Значит, еще раз, это не сигнал к тому, что все хорошо, это сигнал к тому, что мы должны возвращаться постепенно к нормальной, скажем так, к нормальному функционированию экономики, но с новыми традициями, до нормального социального поведения. Пока это так. Про функционирование экономики как раз. Да. А оценивали ли вы уже потери бюджета, планируется ли секвестор, и как ваш пакет поддержки малого покуренства помогает? Потому что вот рестораторы как раз развлекательная сфера очень страдают, и у нас даже кинотеатры на маске переходят, чтобы так поправить. Что значит кинотеатры на маске? Ну, кинотеатры кинотеатры Клюмин, они организовали житие масса, чтобы занять людей, чтобы налоги заодно платить. Да. Значит, мы исходили из того, что этот кризис похож на кризис 2008-2009 года, тогда сокращение бюджета Калининградской области было порядка 10% собственных доходов. Оценки я слышу разные, в том числе от разных губернаторов, кто-то называет, четверо доходов, кто-то уже 30%, но сейчас оценивать это, на мой взгляд, просто невозможно. еще раз, исходим из того, что вирус с нами до тех пор, пока у нас не будет вакцины. Когда она будет, мне, я не эксперт, мне тяжело сказать, есть эксперты, которые называют разные даты, будем надеяться, что это случится раньше, чем позже. Что касается пакета экономических мер, то он составляет почти миллиард рублей и будет наращиваться и дальше. Значит, исходим из того, что мы очень хорошо работали последние годы, у нас все нормально было с государственными финансами, все позитивно было. Сейчас будет не так позитивно, но будем кредитоваться, просить федеральный бюджет у нас кредитовается за счет казначейских кредитов, в том числе расширения этих казначейских кредитов. Мы просили в том числе увеличение сроков казначейских кредитов до трех лет и удвоение объема кредитования. Считаю, что те меры, которые мы предусматриваем, прямых выплат или кредитования практически под 0%, они эффективны, потому что налоговые льготы это, конечно, хорошо, но в условиях, когда налоги сейчас можно, нужно платить, но не обязательно, в том смысле, что сроки уплаты перенесены по факту практически по всем налогам и по нашим региональным тоже постановлению соответствующим будет. Исходим из того, что живые деньги нужны, потому что идет серьезное сжатие спроса, потому что все дома сидели четыре недели, но вот если все будет нормально, то со следующей недели с середины из дома потихоньку мы начнем выходить уже в том числе для того, чтобы покупать что-то. В среднем мы общались в рамках рабочей группы по МСП, по оценкам аналитиков из различных банков сокращение спроса в некоторых сферах составляет 95-97%. Это очень серьезная проблема. Считаем необходимым инъектировать деньги. Все, чем можем мы со стороны региона помочь, все будем делать. А морально поддержать, конечно, они молодцы. выстраиваться техникум. Вопросы плохие. Когда развлекат на променаду выход гражданам? Не скоро. Вообще, до какого числа вы новый режим собираетесь устанавливать? По крайней мере, пока, а потом продлевать? Эти сроки утончили? Нет, не буду делать. Насколько выросло число официальных безработных? Столько людей встали на биржу за апрель? Можно я сейчас обращусь к справке? Сколько из них могут претендовать на тот самый мрот, про который говорили? Правила по мроту, я так понимаю, должны были работать в прошлом году, да, у нас? Значит, с 18 марта мы смотрели, с 18, значит, началась постановка вот тех, кто поделал работу с 18 числа 26 мы начали регистрировать первых. Сейчас накопленным итогом 305 человек. Не может. Значит, я хочу сказать, что министерство сейчас активно, министерство социальной политики активно работает с работодателями, есть замечательные инструменты, о которых, к сожалению, мало кто знал. Сейчас наша задача рассказывать, подсказывать, что можно, что можно делать, как обратиться, то есть не обязательно увольнять людей, они могут быть переведены на оклады, на меньшие какие-то заработные платы, при этом мы будем доплачивать определенные деньги за сохранение этих трудоустроенных людей. Вот акция на швейной фабрике, когда вышли швей, это что, результат незнания предпринимателя, какие можно использовать инструменты? Нет, это личное личное взаимоотношение господина, по-моему, Шац, или как его зовут, директора, господина Кейлера. Более того, этот долг, о котором шла речь, он возник не сейчас, он имеет более дальние корни, если можно так сказать, и вызван он тем, что там несколько предприятий располагается, и энергетически они решили уйти с котельной и начали топить свое помещение кондиционерами. И просто не тянула энергетика в целом по комплексу. Поэтому им сказали, ребята, отключаем свет вам, потому что вы мешаете работать всем остальным, либо меняем схему отопления обратно. То есть это была исключительно такая внутренняя у них корпоративная история. Мы помогли им разобраться, они там сели за стол переговоров, хотя разговаривать друг с другом достаточно. Это сложно. Но хочу предупредить еще раз, я боюсь просто ошибиться, вот эта компания, ну, граммер бывший, он мне написал за час до того, как вывели людей. Я с такими людьми не общаюсь. то есть не надо. Он просто подставляет своих же сотрудников под статьи потом различные за всякие несанкционированные вещи. При том, что, разобравшись потом, мы видим, что это вина менеджмента Ани Людей. Поэтому это никак не связано ни с коронавирусом, ни с коронавирусом, ни с коронавирусом. Нет сегодня еще проблем с арендами, то есть не выгоняют там арендодатели тех, кто не платят. относительно того, что арендодатели должны предоставлять отсрочки до октября месяца и соответствующие постановления правительства. Но если вы не в курсе, 1 апреля в Госдуме он был принят. Этот закон постановления есть уже соответствующие. Если это будет необходимо, мы просто пока анализируем, насколько это будет нужно и будем стимулировать в том числе добросовестных арендодателей. и чуть позже планируем принять решение. Мы готовы рассматривать сейчас такую возможность для тех, кто дал арендные каникулы, не просто отсрочку, а именно каникулы на период, когда они были закрыты, их арендаторы, мы дадим вычет налогу по налогу на имущество в размере 50% от объема скидки, которая получилась благодаря этому снижению. Есть нормальные хорошие арендодатели, которые правильно себя ведут, дают скидки 80-90%. Я просто знаю, общался, ездил за едой в соль, забирал. Им дали скидку, по-моему, 90% по аренде. Нормальный арендодатель понимает, что если он не сделает этого, то, скорее всего, просто к нему уже никто не заедет. Система медицины у нас приступают сигналы, что закрываются плановые хирургические операции, что все аппараты сейчас у нас координированы. Это неправда. Неправда. Я про ИВЛ неправда. Плановые операции перенесены. Вот про ИВЛ все-таки. То есть, это неправда, что они сейчас все координируются на те медицинские учреждения, где принимают Я понял вопрос. еще раз, коллеги, 54, плюс сегодня будет еще 5 переслассированных ковидовских больниц, и того, 59 аппаратов ИВЛ находятся у нас в ковидовских больницах. Еще 98 аппаратов ИВЛ находятся в целом по региону. Это вот рабочие, нормальные, которые сейчас работают, подключены. Еще 16 в ремонте. По итогу всей инвентаризации 16 в ремонте. Их они будут подключены в течение недели, нескольких дней. Еще дополнительные везутся. Вот эти 98, на которых я говорю, которые в других учреждениях, мы могли бы их перевести сейчас в ковидовские больницы и сказать у нас стопроцентное выполнение. Смысла в этом я большого не вижу. Мы небольшой регион. ИВЛ это аппарат розеточный. Вынули из розетки, загрузили, довезли, вставили в розетку, он работает. То есть это не что-то, что нужно монтировать. Значит, если вдруг я переместил бы все эти ИВЛ в эти больницы, а у нас не дай бог произошла бы какая-нибудь авария для ситуации, которая потребовала этих ИВЛ условно в Озерске, в Нестере, в Краснознаменске, а у нас там их нет. Это привело бы к, может привести к печальным последствиям. Поэтому из тех 59 ИВЛ, которые у нас работают в ковидовских больницах, задействовано, простите, еще раз, чтобы вам не соврать, 2 на ковиде, 9, 2 и 7, 9 ИВЛ. Ну вот, считайте сами. То есть, необходимости такой нет. Еще раз, резерв сформирован из действующих ИВЛ в других учреждениях. Если будет острая необходимость, они будут перемещаться. Такой необходимости сейчас нет и, надеюсь, не появится за счет того, что мы везем новые аппараты ИВЛ. 5 сейчас за счет регионального бюджета, 8 за счет поставок из Минфромторга и вот еще 500 миллионов то, что мы выделили. Там, в том числе, ИВЛ и другие аппараты для поддержания кислорода. Антон Андреевич, вот по поводу самоизоляции. Вы сказали, что те, кто должен будет охраниться со среды, они также должны будут оставаться. То есть, людям нужно будет документы с собой носить по трещинаму. То есть, проверки на улицах также останутся? Проверки, проверки останутся, но, еще раз, обязательно находиться дома только тем, у кого есть хронические заболевания и диабет, это какие-то легочные заболевания, сердечники, они должны находиться дома. И те, кто под наблюдением наблюдается? Те, кто под наблюдением в любом случае находится. А все остальные могут свободно перемещаться, уже без права? Ну, с документами. Без права, но с документами, конечно. То есть, до 29 числа у нас сейчас режим самоизоляции продолжается. Да, еще раз, коллеги, до 29-го все остается так же, если не будет никаких поправок от федерального центра, то режим изменится таким образом, каким я вам рассказал. Значит, но если будут другие какие-то документы от федерального центра, мы свой документ будем приводить в соответствие с федеральными требованиями. То есть, прошу немножко потерпеть, подождать. Этот период предприниматели в том числе должны будут потратить на то, чтобы внимательно изучить сейчас правила, как они должны организовать свою работу, приобрести какие-то дополнительные материалы для своих сотрудников, чтобы этим требованиям соответствовать. С 29 числа можно будет выходить на улицу, с ребенком выгулить его, погулять на коляске, его покатать или еще что-то. Находиться, вот так гулять большими компаниями где-то нежелательно. В общественных местах обязательно маска. А если кто-то поедет на шашлыки, допустим, в лес, куда-то. И что тогда? Вот что тогда, вот непонятно. У нас особый пожароопасный режим. Нахождение в лесу и разведение костров административное правонарушение. Антон Андреевич, у меня вопрос про маски. Мы говорим, что масочный режим будет в магазинах. Ну, тканевые маски, как русскочисто, пишут неэффективно. Где взять медицинские или в магазине пустят? Я не очень понимаю, что такое Роскачество в плане оценки эпидемиума. Ну, оно со ссылкой на Росздравнадзор. Вот я вчера там читал, материал делал. Собственно, когда у нас появятся в продаже маски, чтобы люди могли их в магазине? Маски есть в продаже, но их в целом дефицит, мощности выросли в три раза производства в Российской Федерации. Можно, проводятся благотворительные всякие раздачи этих масок, что-то надо сшить. Я не против сшитых масок. Мне кажется, это нормально и есть соответствующие разъяснения другого толпа. Про средства защиты можно еще? У нас будет свое производство медмасок в ближайшее время. Про средства защиты у нас вот звонят в редакцию из областной клинической, кто там работает, из Савулькина, и говорят, что костюмы защитные тканевые, что они не закреплены за людьми, люди добираются домой на автобусах. Ну, я имею в виду персонал, который... Савулькину никуда добираться на гневе. Ну, это сейчас понятно, они закрыты. Областная клиническая, ЦГКБ. Там действительно не хватает средства защиты, как люди говорят? Знаете, скажите мне, вот в самом начале мы тогда разговаривали, был сигнал, вот нам не хватает, значит, у нас нет костюма, вам оно не положено, вы не работаете с ковидовскими больными. Те, кто работают с потенциально больными ковидом, они соответствующим образом защищены. Всем врачам и среднестеринскому персоналу все объясняется, но они тоже люди, им все время где-нибудь что-нибудь кажется. Можно, про бессимптомников еще поподробнее? Вот, бессимптомные больные, то есть, они выявлены случайно, да, получается, они не обязательно общались, они активно выявлены, они контактировали все с больными, Активно выявлены по контакту, да. Антон Андреевич, ательеры все-таки, вот тот беспроцентный кредит, который вы анонсировали, который должны были коммерческие банки давать, люди говорят, что сложно получить, а им подъявляют налоговые задолженности, они сейчас есть у всех, б, не подъявляют, но они, конечно, подъявляют, уже нет, уже нет, да, мы встречаемся, мы встречаемся постоянно и с предпринимателями, и с банкирами, действительно, это все, ситуация экстраординарная, документы правятся, в том числе и внутренние документы корпоративные у банка. А залоги под здание, некоторые говорили, что банки будут просить залог здания, не очень нравится. Не могу сказать, мне кажется, что в беспроцентном кредите там нет залогов, потому что там есть 75% обеспечение УВМ, там не требуется залоги здания. Мы своими деньгами, когда распоряжаемся региональный фонд поддержки, он залоги, просит. Залоги просит. А насколько это адекватное предложение за залогом? То есть, условно говоря, у нас предприниматель... Я отвечал на этот вопрос, коллеги. Значит, я исхожу из того, что это деньги налогоплательщиков. И я не в праве ими рисковать. У меня по этим деньгам нету обеспечения ВЭБа. Значит, мы должны чем-то их обеспечить. Антон Андреевич, у всех отельеров есть чем их обеспечить. Антон Андреевич, по поводу все-таки моря. Если за пределами городской черты, просто на море, соблюдая социальную дистанцию, можно было? На пляже. Ну, за пределами. С 29-го числа? Да. Ну, я думаю, что почитайте постановление, там будут все ответы. Наверное, я так понимаю, что да. Ну, я просто, коллеги, я боюсь что-то отвечать, потому что я вчера видел черновик документа, как он сейчас видоизменится после оперативного совещания. Не могу вам гарантировать, то есть мои ответы нужно будет сверить с тем, что будет написано в документе. Коллеги, спасибо. Спасибо. Ой, ой.